29 августа 2021 года находимся в селе архива осиповки краснодарский край вызвали инспектора дпс 15 назад на эта улица погранична идем по направлению к морю и смотрим видим конусы располагается пока их будет мало прошли вчера вечером посмотрели тут ближе к морю посерьезнее проблемы существуют вот видите реклама какая-то выставлена там конусы есть на той стороне стоят пешеходы вон ходят впереди есть соответственно тоже смотрим что то же самое вот ведь нахватики торговля повсю тут особо пока не мешает так прям вот очень по серьезному и от края тут сбоку фактически границы не вышли вот стать ответственно той стороне и конусы и всякие стулья есть там уже начинается всякая чепуха и идем дальше вот самое интересное начнется за шлагбаумом флагбаум знак и 2 а вот здесь вот не проехать не пройти но ведь смотрите по происходит приходится выходить даже вот на проезжую часть немножко обходить их мы надеемся что сейчас уже будем составлять материал по 12 33 потому что вчера подобный рейд был по школьной улице только делали замечание но что-то как-то замечание до людей не дошли там тоже выставлены они просто как бы обурали на время и вновь все повторилось но ведь интересные вещи прям таким образом вот видите расположилась на правей части здесь вот стульчики всякие клумбы прямо посередине дороги располагаются аппаратик какой-то там баночки очень распространенное явление для захватов но здесь понеслась всякие конструкции рекламные машины припаркованы вторым третьим рядом из-за этого из-за вот этих вот клумб непонятно для чего они здесь установлены кто их установил нужно разбираться конечно с этим надеемся что инспекторы третьим куча всего и машины из-за понятно из-за этих клумб не могут не могут значит припарковаться края проезжей части близко вообще вот так вот это все происходит вот так ну здесь незначительно они выставили там лавка какие-то прям посередине дороги мужики ходят фотографироваться завлекают и вот так вот такая штучка стоит и здесь вот прямо и вас узнали вас зовут Алисей здравствуйте здравствуйте вы блогер мы знаем вас смотрим вашу передачу нам очень нравится спасибо за поддержку и очень боевой парень вы местный? да спасибо спасибо мы вас очень знаем да все передачи ваше смотрю как бы берет берет обижают оскорбляют как вы держите сколько у вас нервов падает так что молодцы бывает и такое спасибо вы молодцы здоровья вы интересные да это парня тоже знает спасибо вы местный тоже? нет москвы все ваши передачи сколько людей архипосебх москва называется как все называются наш надзор наш надзор да правильно очень сильно смотрю постоянно смотрю здорово как вас хочу отблагодарить но не знаю если будет возможно то позволите вечером приходите по уже на месте Спасибо большое. Посмотрим, как работа пойдет. Ну, в смысле, наведение порядка. Понятно. Я вижу, что вы наводите порядок. Боретесь. Ну, что могу сказать. Удачи вам. Спасибо. Будьте здоровья. Спасибо большое. И вам. Всего хорошего. Будьте здоровья, ребята. Спасибо. Да, да. Так, ну... А у вас вот это в аренде тут, да? Да, да. То есть все. Можете приходить. Документы есть? Обязательно. Все правильно. То есть это все законно установлено? До сюда. А, до сюда? До сюда, да. А, вот это? А, это уже... У вас вот где-то. Да, да, официально, конечно. То есть вам выделили участок, да, вот это? Конечно, конечно. Все учетку. Все. Все учетку. Мы закон, как бы, считай, стараемся не нарушать, потому что... Да, понял. Это легко проверяется все, да. Это ест нехоркание, что-то ест нехорошо. Все. Приходите на вкусную пиццу, ребята. На роге. Для вас все бесплатно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Так, ну, будем проверять здесь вот эти вот все вещи. Вот эти вот. Вот это, вот это, вот это. Все. И вот это. Вот это вообще, да. Посмотрите, да. Место, конечно, заслуживает... Да, я даже там не пойду. Вот здесь пойду. Потому что там просто не пройти. Да. Это все заслуживает отдельного, конечно, внимания вот этого. Люди вынуждены обходить по проезжей части вот так вот. Потому что это все проезжая часть на самом деле. И вот такие вот. Видите здесь? Какой ужас просто. По сравнению с той улицей, на которой мы были вчера, тут намного все хуже. Вот Лев. Лавочки стоят. Лавочки на проезжей части крутые. Лев. Дядя Лев, привет. Вот так вот. Тут тоже все со львом. О, я по силу пока. На проезжей части? Да. Ну давай, можно. Имеешь право, как говорится. Слушай, а... Раскрутируйте по полной программе мои действия. Да, какую статью я предусмотрю, она ответственная за сидение на проезжей части? Не знаю. На лаву. Такого еще не было. Это эксклюзив. Надо даже здесь сфотографироваться. Пока их не убрали. Пойдем дальше, смотри. Вот там невозможно ходить. Там ходить невозможно. Здесь дядя какой-то заехал. Здесь конструкции. Здесь третий ряд. Все нормально, все хорошо. Люди все ходят, как хотят. Посмотрите, какая красота. Здесь не пешеходная зона. Там знак стоит 3-2, между прочим. Надо ходить вот здесь. Но из-за вот этих вот штук вынуждены ходить прямо вот так, как здесь. Вот еще. Видите, что? Вот таким образом все происходит тут. Очки продают. Все у них тут четко. И как они считают сами. И, наверное, для них это хорошо. Ну, там прям стол какой-то стоит на тротуаре. А, вот тот сейчас этот, тамагав какой-нибудь метнет, да? От этих можно сдать всего чего угодно. Вот так вот какие-то столы прям тут же стоят. Все четко. Привет, привет. Вот здесь вот банки, склян. Ну, и вот мы уже показывали здесь вот такая вот фигня. Ну, и сейчас, наверное, у шлагбаума будем где-то ждать инспекторов. Потому что, я думаю, что им будет немножко проблематично сюда заехать. Так как с пульта все осуществляется. Вот красота какая. Вот эта красота вообще четкая. Прямо на проезжей части красота в виде будки. И в виде всяких вот таких вот, вот таких вот разных фиговин, вот таких вот конструкций. Ну, и все. Дальше все показывали. Ну, и по этой стороне, по этой стороне что-то? Более-менее, да? По этой стороне вон люди идут. Ничего не препятствует движению. Ну, будем сегодня пытаться оставить, конечно, по 12.33 на всех этих персонажей. Потому что, ну, это просто никуда не годится. Не проехать, не пройти. И ждем инспектора. А почему? Кем? А кем работать? Все, да? Можно сидеть? Понятно. Когда будут реакции? Ну, послали наряд, и сейчас подъедет участковый. Не, инспектор ДПС. Наряд, который на набережной, на улице Погранитель. А где находится? Да, да, да. Да, да, да. А тут всякий конструктор. Ну, не знаю, понял. Сейчас, через минутку, участковый подъедет, а наряд направлено, ну, как бы, позвонили до 020. А что за наряд? Сейчас, ДПС. Точно? Проси. Приспроси. Наряд ДПС, правильно, я понимаю? Нет, ДПС. Нет, ДПС нужен. А, ДПС нам не нужно, нам ДПС надо. Вчера вы позвонили, звонили, что уже было, да? Да нет, там это другая ситуация была. А, не понял. Сейчас тут вообще, чтобы ДПС направлять, потому что... По дороге. 19.33 на дороге прям сейчас стоит. Да, я понял. А я сейчас направлю. Давайте, я же, да. Так, участковый приехал. Пристегнутый, кстати. Здравствуй, здрасьте. Да, здрасьте. О, как-то ему открывают, смотри. Конечно. Вот это реакция. Минут 15-20 прошло приблизительно. И сразу участковый приехал. Одел головной убор. Все четко. Вот идет участковый. Добрый день. Добрый день. Иванченко? Иванченко, да. Можно вас наоборот? 014-986. Как у вас? Все нормально? Так, ну, мы на самом деле ДПС вызывали. Ну, отреагировала дежурная часть и вас. А правило пока. Сказали, ДПС приедут. Проблема такая. Вот, смотрите. Начнем, наверное, оттуда, да? Там почти нет. Вот, конструкция вот эти вот, видите? Выставлены везде. Ну, на тротуаре. Вот они, с левой стороны обратите внимание. Как реклама не понятна. Реклама какая-то вот эти вот... Пакет какой-то, мешок или что-то. Вот. Ну, а дальше вот. Чем дальше, тем, как говорится, хуже. Вот, на тротуаре. Да, вот такие вот штучки на проезжей части, видите, перед вашим автомобилем. И так далее. Клумбы вон там, с правой стороны. Ну, и там вообще не пройдешь по тротуару. Все люди обходят, на проезжей части выходят. Понял. Тут, конечно, ГАИ, потому что пункт правил 1.5 нарушен. 12.33 КОПРФ образует. Ну, если можно, может, как-то объяснение начнете брать там, фотографировать. И потом ГАИ уже будет. Ну, помогать им. Пока, может, они начнут убирать, а составлять уже будут ГАИ. И приедут, когда... Потому что надо составлять. Мы вчера были на школьной. Думали, что сделаем замечание людям. Все они поймут. Ну, они убрали, конечно же, с полиции и сразу выставили. То есть это не работает, замечание. Может, у него есть, конечно, разрешение на все это. Полиция, поисковка, и мальчик, и документы, что выставили, пожалуйста. А, что? Ну, зачем? На размещение рекламное. Вот, этого арена. Евгений Васильевич? Собой нету, добрый. А, наряд ДПК тоже не помню. А, правильно? Ну, четко участковый отреагировал, сразу прозвонил. На всякий случай ДПС еще пригласил. Все правильно. Дополнительный отреагировал, сразу прозвонил. Дополнительный отреагировал. Дополнительный отреагировал, сразу прозвонил. Дополнительный отреагировал. Дополнительный отреагировал. Понятно Иначе незаконно Здравствуйте, Алексей Я знаю С какого города? С Таурухоль Как раз ваши сейчас Из вашего города, да? Последние ролики были, видели, нет? Да Понял Удачный отдых Так, ну вот Сейчас потихонечку будут брать Объяснение, соответственно ДПС уже будет привлекать К ответственности за Создание помех движений Пешеходам, потому что все вынуждены Даже вот из-за этого Непонятного мешка обходить А тем более конструкции рекламные Это вообще Там штрафы администрация накладывает Так, персональные данные Отойду пока А зачем мне надо? Понарушать А? Понарушать хоть раз жизнь А, не Я тебя прошу Не буду Не нужно Не нужно мне персональные данные Людей, зачем? Ну, уже не стоит Цель личность преследовать У меня цель стоит Навести порядок Что там? Какие-то Шкуры, ты понял А, да Видел Медведи Тоже, наверное, продажа осуществляется Незаконная торговля Ладно, в общем, часово Начал тут опрашивать Все хорошо Дело пошло потихонечку Сейчас ДПС придет Повеселее должна пойти Скажите, пожалуйста Убрать Конструкцию Убирай На другую точку Да, да, я понял Это, пусть никуда не уходит До приезда ДПС Потребуйте, пожалуйста Чтобы Они оформляли Его Это вчера замечания делали Они все Обманщики, да Думали замечания Поймут Не понимают Ну вот Убирает Потихонечку Незаконно Вот эти все мероприятия Я запрещаю себя снимать сейчас А мы запрещаем вам Вот такую деятельность Вести незаконно Я ухраняю Я рассказываю Знаете, я не вывезу Что делать Я рассказываю А, рассказывать Ну Установили конструкции Непонятные На тротуаре Ну вы же нарушитель В общественных целях Можно нарушителей Ну вы еще нарушитель Наш надзор Девятое Пункт 7 Так, а личность установлена Личность установлена Все Пойдем дальше Раз потребовали, да Если уйдет Тогда будет 19-3 А вы можете разъяснить ему Об ответственности Чтобы он не уходил По 19-3 А то это серьезно Ну Хотелось порядок навести Сейчас А то им Никакого доверия нет Вы никуда не покидаете Нарушение Правонарушение Вашего За покидание 19-3 Подождите Вам разъясняют За оставление места Сейчас есть Вы уйдете Вам разъясняют Вы не дослушали 1.3 Не поймусь Наказание Наказание Отбудет А не упрощение Ну да Это наказание Суд решает Штраф от 2000 Либо до 15 суток Все Пойдем туда дальше Ага Это он убирает Давайте сразу Перед вами Наверное Красоту Вот эту Там уже начали Что-то по-моему Сворачиваться Мне кажется Да и сейчас До этого дойдем Прямо на проезжей части Вон Будка какая-то Интересная Может разрешение Есть конечно Ну да Прямо перед вами А да Это потом Тут Самый серьезный Сейчас будем Теоретически Может администрация Дала разрешение Конечно Неизвестно На такую конструкцию На проезжей части Добрый день Хотя Вряд ли Вот уже Мне кажется Сворачиваться Да Разрешение на размещение Конструкции У нас все В администрации В администрации У вас нету На руках ничто Нет Мы на руках Не оставляем Потому что дождь Очень часто И все В администрации Смешно Дождь очень часто Очень часто То есть да Поэтому Все в администрации Сегодня тоже Тогда Это у нас все официально Сегодня А вот на это тоже Есть разрешение Да На проезжей части Ставить Или это не ваша Вот эта будка Разрешение в администрации На будку Для вашей девушке Что? Будка Для вашей Да Вашей Да А у вас вообще То есть у руководителя Нет ничего на руках Вообще Да? А Он забыл взять Оформлен И все у нас В администрации А сами не взяли Ну копию себе Правильно? Я понял Вам не нужна Она Копить его Ну договор Ну у нас все официально А у вас есть? Или вам администрация Не дала просто По какой-то причине Я вообще Не работаю На уже не работаю Я просто заменяю Сидели просто За меня Да Ну а руководители Можете Я уже То есть позвонила Я понимаю Да Я уже Спасали Звонила Документы можно вошли С собой С собой С собой Да Сами открыла У нас Я Ну летом По хиппоисе По хиппоисе Живу Ну понятно Да Чтобы запрос делать С какой регион С Шкири С Шкири А руководителя Можете пригласить? Да Сейчас Может действительно Все есть Спросите Почему Почему бы нет Ну Конечно Маловероятно Может мне кажется Вот здесь будки у них Есть Может сидеть там Или что это вообще За будка Она не открывается Ничего Для чего она стоит Вот здесь А Они туда убирают Наверное Вот эти свои При бомбасе Как сарай Как сарайчик Используется Понятно Да Интересно Проезжая часть Если администрация Такой дала То это Это очень странно А куда она Испарилась Здесь Люди ходят Куда она делась Девушка А А вон Башкирия Башкирия Убежала А почему же Она тогда Сворачивается Если у них Все официально Перед вашим Приходом Интересно Правильно Как-то сворачивался Она перед Рекламу Как-то убрала Всю Все официально Вот здесь стояла Реклама Помнишь Когда мы Приходили Вот это Все было занято Ну все дядя Что хочешь Понятно Не обижай Пожалуйста Дядь Я Иди гуляй Иди на работу Устрой Все пойду Как 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 скажешь Я законно Здесь работаю Все документы В администрации Иди Если надо Все Все как скажете Все Извините Пожалуйста За Незаконную Видеосъемку Пошел Ладно Пойду Можно идти Так вот Наверное Руководитель Позвонил Девушке И там Участковый Сейчас выясняет Закон или А раз закон Че же убрали Вот эти вот Рекламные Свои Прибамбасики Ну вы же Вы же ставили На вас Значит Будет составить Материал Как минимум А это вот Будка Еще надо проверять Действительно А проверьте Пожалуйста Все документы Если законно Что же Вопросов нету К руководителю Тогда А к вам Есть Вот реклама Нельзя вам Ставить Правильно Нельзя У вас есть документы На рекламу Тоже есть В администрации Все Это участковый Уже сходит Все Вот участковый Для этого Здесь есть Он все Разберет А мы Фиксируем Пешеходы Российские Пешеходы Российские Алексей Меня зовут А вас Как Алена У каждого человека Ими А вот Можно он теперь Будет продавать Здесь Бизнес Заниматься Скажите Павел Ну что там Объяснил А? Ну Гай Точка С торгов С торгов Документ Для хозяина Красандарина А как Панец Торгов И что Значит Непонятно Что Значит Слова Размещение На Вотсап Девушки Пусть сбросит Хозяин документы Документ Хозяинского Красандарина На Вотсап Конечно Пусть сбросит вам На Вотсап Да и все Да Ничего не будет Да У нее Уже есть На руках Легко Сделай Вообще Здесь должны Они быть С вами Как так Проверяющие органы Приходят Вы задаете Одни те же вопросы На которые я уже отвечала Вы ведете Коммуникацию Правильно Я говорю Когда Проводит Проверка У вас должны Они быть На руках Допустим Да Правильно Как так У меня все документы Есть Все пришел Да я уже Извинения Попросил Мужчин Как скажете Я пойду дальше Я не буду вас Больше задерживать Извините пожалуйста Удачного Удачного вам Бизнеса Идти можно Пойду Дальше проверю Ладно Может Может там Более Сговорчивые Найдутся У нас сразу Фиксацию идет Правильно Делать Бизнесмен Смотри На него И будешь Переворачивать Факты Да Скажешь Что там Сидел Потом Да Три метра Назад А точка Здесь Знаем И вас Да Еще Вот здесь Реклама Ставила Зафиксирована Полицейский Вот На все На видео Вот здесь Да Конечно Вот здесь Щиты Стояли Тоже Незаконное Размещение Тоже 12-33 Так Ладно Персональные Данные Там Пока Мои Списали Все Прошли Перед Вами Зная Что Сейчас Они Будут Делать На видео Все Зафиксировали Это Что Это Бэйдж Нужен Бэйдж Бэйдж Нужен Бэйдж 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 Повесь Бэйдж Будешь Крутым С бэйджем Лучше Бэйдж Ты Никто А с бэйджем Ты Сразу Будешь Человеком О Вот так Официально Сразу Видно Официально Лицо Че Сюда Пришел Мешаешь Бизнес Так 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 Только Не толкай На участковую Машину Бизнес Ого Ого Дядя Остынь Тихо Тихо Давай Давай Спокойно Веди Себя Не Надо Конфликтовать Вот ППС Да Что Вы Хотите Обратиться Вызов Да А Здесь А Сотруд Ну Все Вопрос Конечно И ДПС Да Подъедут Все Вопрос Нет Конечно Да Ну Сейчас Подъеду Так Вы Здесь Пока Да Можете Представить Пожалуйста Представить Можете Зелин Зенин Вы Тихо Очень Говорите Половины Не слышно Зенин Так 00 49 01 А вы Будете Добры Младший Сержант Шестит Как Младший Сержант Шестит Как Вы Произносите Фамилии Они Не Рослы Можете Да Будьте Добры Ну Просто Действительно Слыш Обращение Знаете Вот На правей Часть На тротуарах Стоят Незаконные Конструкции На самом деле ДПС Нужно Но Просим Пока Зафиксировать Это Объяснение Брать С людей Устанавливать Личность Кто это Все Установил И Требует Чтобы Остались До приезда ДПС Здесь Для Того Чтобы Они Составили Материал По 12 33 Вот Такое Обращение Ну Чешков Этим Занимается Потребовал Он Вот Передайте Пожалуйста Информацию Вот Я Передаю Но Вы Можете Подтвердить Что Потребовал На той Точке Мужчина Стоял Потребовал Чейку Он Разъяснит Там 19 Разъяснил Если он Уйдет Зафиксировано То есть Он Не должен Уйти Он Должен Дождаться ДПС Там У него Тоже Было Выстрелен Он Уже Его Просил Вот Сейчас Девушка Занимается Мы Сейчас Подойдем В общем Участков Уезжает У него Там Нападение Какое-то Сейчас ДПС Должны Подъехать И разобраться С этим Вопросом От Вакап И ПС Остаются Вот Куда Там Смотрите Неужели Там Есть Выезд Может Для Разворота Поехали Так Вот Здесь Разбирается Этой Точкой За Которой Создаются Пока Проблема В движении Здесь же Проезжая Часть Находится Сейчас ППС Уже Будет Дальше Разбираться На счет Так Ну что Продолжите Заниматься Да Тогда Дожидаемся ДПС Да То есть Едут Они Где-то Да Ну Не звонили ДПС Не звонили Вы Едут Будут За мной Дождаться Да Конечно Мы здесь Будем До конца Тут Не только Эта точка Тут еще Тут Вообще Бардак Полный Вон Пока Можете Подсказать Людям Чтобы Убрали Стулья С проезжей части И сами Сели на тротуар Можете пока Подсказать Я думаю Без штрафа На первый раз Вот Впереди Сидят Полицейские Я к вам Обращаюсь О да Подскажите Что пересели На тротуар С проезжей части Пока Без штрафа Еще будут Здесь А это же пешеходная зона А где знак А это что Тут знак А если машина сюда заезжает Потому что не значит Что это проезжает Так там знак стоит 3-2 для машин Специально Пешеход зона Нет знаков Тут Это вы ошибаетесь Вот пешеходная зона Все сделал замечательно Так стул Потом разберемся Когда ДПС приедут А ваш стул Уберите стул Не ставьте больше На проезжую часть На тротуар можно На дорогу не надо Да да На тротуар можно Но только так Чтобы не мешал пешеходам Лучше вон туда Куда нить Вон Да Когда конечно Присаживаться будете Можете сидеть А так Да да Вон То споткнется Кто нить Ты что ли Там Ну да Че Типа я Некому больше Больше некому Видишь Вот такие вот Люди Иногда ходят Пешеходы Так ладно В общем Здесь занимаются Пока Точнее ждут ДПС Рационально Нет Я просто гуляю Раз Почему Я снимаю Вы не успели Спросить Где-то Могу Причем Я Повторяю Полицейская Может ли Какой-то Рандомный Человек Меня снимать Просто так Просто По-моему Сидит Меня снимает Камера И видели Регистратор В автомобиле Нет Вас просто Так Снимает У меня Просто так Снимает Регистратор В автомобилях Я говорю Регистратор В автомобилях Вас каждый день Просто так Тысячами снимают Регистратор В автомобиле Знаете регистратор Переходите дорог Когда идете по улице К камерой В виде фиксации Наружной Безопасный город Вас снимают На каждом шагу Я вам хочу Объяснить Вы может не знали Которые направили На меня Камеру А чем люди Отвечаются Да Какая разница А не знаете Каким разрешением Те камеры Безопасный город Там все видно В деталях Мельчайших Безопасный город Это Он полезный А то что Меня вот снимают Для чего Какой цель Вы думаете Я здесь правонарушение Ну может быть Друг А вдруг Потенциальный Может нарушитель Какой Вот на проезжей части Зачем стоите Мне непонятно Зачем На проезжей части Вы стоите Например Вот видите Правонарушение Теоретически Правильно Вот здесь Видите Проезжая часть Там 3-1 3-2 Знак стоит Нет 3-2 Не кирпич 3-1 Кирпич То вообще Да 3-2 То есть Это проезжая часть Пешеходная зона Нет знаков Если бы знал Был Пешеходная дорожка Или пешеходная зона Вопросов нет Никаких Но здесь Проезжая часть Вот видите Машина ездит Ерунду да А полезно смотреть Надо смотреть Это не ерунда С чего вы взяли Начнилось много времени Наверное свободного Не С чего вы взяли Что это ерунда Вы вот так говорите Человеку Откуда вы знаете Что за оценка такая Вы не имеете права Оценим Вы не имеете права На работе нет В форме не имеете права Когда форму снимете Конечно Личное мнение можете Но на работе Вы обязаны Только говорить Официальным языком Много работают Кто-то Служит Вы не работаете Здесь Обменяйте меня Конкретно Конечно По моему мнению По моему мнению Если это ваш маршрут Патрулирования Это ваш маршрут Патрулирования А если нет Хорошо Вы здесь Хоть раз Проходил ваш маршрут Патрулирования Здесь именно Здесь Вот на улице Пограничной Проходил Нет Подождите Я задал вам вопрос Вы сотрудник ППС Делаем замечания Каждый Делаете Да Но надо составлять материал Мы вчера на улице Школьной Делали замечания Полдня Вы же приходили Вчера Вы были Замечание не сработали Мы тоже по-доброму хотели, понимаете? Что, что, что? Это вы были вчера, да? Конечно, конечно. Ну вот, хорошо, ваш маршрут патрулирован там был, вы вчера сказали. Почему ни один не привлечен к ответственности? Почему только с помощью нас вы начали что-то там, замечание делать? Почему сами не делаете? Я вас обвиняю в том, что вы не делаете сами замечания. Вот это мое гражданское обвинение вам. Вы должны находиться на работе, идти на службе, идти, составлять материал на всю незаконную вот эти вещи. Приглашать ДПС, если нужно, участкового приглашать, если сами у вас полномочий не хватает. И должны все это выявлять. Понимаете? Граждане, обычные граждане, обычные граждане, вы называете ерундой, только что сказали. Вы сейчас извиняться будете за эти слова. За то, что вы гражданину распространили непонятные вещи. Вы говорите, вы ерунду такую не смотрите. То есть вы считаете, что наведение порядка это ерунда? Я правильно понял? А вы просто будете ходить туда-сюда. Я вас спрашиваю, привлеките к ответственности. Привлеките к ответственности. Да, привлеките по 20.1. За нарушение общественного порядка, за повышение голоса. Если там такое есть. Конечно же. Или вы сами законы выдумываете под себя. Как вам угодно. Вместо того, чтобы привлекать нарушителя, он глянь, что делает. Для чего голос на ней повышает? Да хочется мне так. Громкий у меня голос. Громкий. У вас уровень громкости голоса измеряется как-то? А? Есть измеритель громкости голоса? Это вам. Или это ваши уши просто измеритель? Граждане и жалоба. Что за граждане? И что за граждане? Что? Громко разговариваю. В ночное время? В ночное? Да. Мешаю. Вы меня не надо пугать этими статьями, законами. Знаете, уже... У меня камера пугать не надо. Да, мы не пугаем вас ничем, мы говорим вас, что вам всего лишь, что не надо говорить непонятные вещи на работе. Со мной, да. Что, уже без камеры вызываете? Вчера такой же проза давал. А, на «ты» вы перешли? А, ну будете дисциплинарно ответственность тогда привлечены. Мы на «ты» перешли. Вы что сказали? У вас есть приказ. У вас приказ есть, позволяющий только на «вы». Подходил, да. Я говорю, мы на «ты» перешли. Что вы ответили? А, то есть взаимно перешли, да? Ну, вы все равно не имеете права. ВГЭ, что перешли на «ты», да. Я в отказе. А так, не, не, могу сказать, я не помню. Ну, вот скажи, да. То есть вы сейчас нарушаете приказ, да? Какой приказ? Согласно нарушаете приказ. Да, мой руководство будет. А? Мое руководство будет еще. А, ну мы... Я руководство. Мы жалобы сейчас направим. Гражданин руководства, да, ваш. Здесь есть? Вы давайте поспокойнее ведите себя немножко. Соблюдайте права граждан. Не придумайте свои законы. Стой приказ. Всполните заявление, примите. Примите заявление. Давайте, принимайте. А я следую на пункт полиции. Да нет, сейчас вы здесь на месте. Устное заявление приняете? Конечно. Принимаю устное заявление. Только записать нужно. Записать. Бланк принятия устного заявления. Бланка все время нету, поэтому плюс об отделку. Ну, пригласите тогда участкового сюда. Вы что, не укомплектованы? Как это так? Что, как это? Это что? Зачем мы налоги свои платим? Непонятно. Какие налоги? Обычно. Патруль нам поставить службу, пошел на сообщение отреагировать. Ну, реагируйте. И вместо реакции на сообщение... Голос на дом не повышает. А то будет 20... А это... Вот этим не машите документами на гражданин. Да, зачем? Дистанция сообщает. Все хорошо. Все хорошо. Где это рисует? Слушайте, вы начали не с того, полицейские. Вы начали с того, что вы ерунду не смотрите. То есть, наведение порядка для вас это ерунда. Вы даже не представляете, о чем речь. Вы... Глазах вас трясет. Глазах вас трясет. Глазах вас трясет. Понимаете, вот... Чего? Чего? Глазах мы трясет. Как общаешься ты? Ого, ничего себе, глядь. Указывает, куда гражданину смотреть. Ничего себе. Вы, по-моему, что-то не хотите служить, мне кажется. А может, работать хотите. Вот я и... Послушайте, послушайте, вы патрулируете район. Я говорю, я да, я вам подсказываю. Вы неправильно понимаете, я вам подсказываю. Вы вместо того, чтобы устранять правонарушения, вы перебиваете. Зачем меня? Вы для чего перебиваете? Когда подошел гражданин, вы его тоже перебили. Послушайте, для чего вы перебиваете меня сейчас? Подошел гражданин, ко мне обратился. Послушайте, я к вам обращаюсь лично. Вы его перебили. Послушайте, я к вам лично обращаюсь. Вы для чего перебиваете граждан? Почему не выслушиваете до конца? Согласны? Это он сам мне сделает замечание, если я его перебил. Без вас. Он сам обратился ко мне. Он с вами разговаривал, потом ко мне обратился. Да? Да. Зачем вы перебили? Я ему вообще не задал ни единый вопрос. Да, вы что говорите. Да, да. Что переворачиваете? Он сам начал обращаться к нему насчет съемки. Не надо перебивать граждан. Вот я вам еще раз говорю. Я сам решил, что мне делать. Полицейский, вы лучше расскажите мне, пожалуйста, почему вы когда патрулируете ваш район, который вам патрулирован, почему вы не замечаете правонарушения? Можете рассказать? Я просто слово уже слышал. Полицейский, вы мне ответьте на один вопрос. Меня интересует всего лишь один вопрос. Я хочу получениями заниматься. И на вы обращаться. Ну, жалоба сейчас будет подана в УВД. Подай жалобу в УВД сразу. Что-то он себе позволяет многое, по-моему.